Что говорит Касачев? Конфликт между Арменией и Азербайджаном не относится к компетенции ОДКБ. Как это понимать как раз перед саммитом? По всей видимости вбрасывают информацию, месседж относительно того, что ОДКБ не будет вмешиваться в конфликт и предлагает его решать дипломатическими методами. Безусловно, Касачев фигура значимая и в отличие от Жириновского, ныне покойного, ему не дают сейчас озвучивать вещи, которые являются спорными и могут быть забраны назад. Если Касачев говорит о том, что ОДКБ не должно принимать участие в конфликте между Арменией и Азербайджаном, уже даже не вокруг Нагорного Карабаха, а просто уже между Арменией и Азербайджаном, то это значит, это уже какая-то консолидированная позиция, которая представлена обществу заранее, до мероприятия. Почему такая позиция была достигнута, это другой вопрос, там существует наверняка сразу несколько моментов и связана она с позицией самой России, с позицией тюркских стран, которые входят в ОДКБ, с позицией Республики Беларусь, которые, естественно, они настаивают, скорее всего, на том, я имею в виду и тюркские государства, и Беларусь настаивают на том, что ОДКБ не должно принимать участие в решении этого конфликта, во всяком случае, военными методами. Да и у самой России на данный момент руки во многом связаны из-за того, что очень большое внимание переключено на конфликт на Украине, и конфликт этот для России носит, понятно, что чрезвычайно важный характер, и решать два вопроса в двух разных частях мира для России наверняка эта ситуация сложна. Субтитры создавал, что можно субтитры, и субтитры создавали, что на Украине, которые в том, что мы не субтитры, и субтитры, и субтитры создавали правду, и субтитры создавал их в своих своих территориях. Мы пытались выбрали нарушенную границ и предоставили, и мы должны быть очень важным вопросом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова Как вы думаете, почему мне удалось прийти к какому-нибудь соглашению? Вы знаете, вообще этот саммит имел довольно-таки плачевный вид, и результаты вы сами оценили. Я так понимаю, планировалось подписать набор ничего не означающих решений. Из них, по-моему, 15 согласовали. А те два, которые все ждали, а именно, наконец-то, военно-политический блок ОДКБ скажет свое политическое мнение по поводу агрессии Азербайджана на армянскую суверенную территорию, с одной стороны. И второй пункт – это какая помощь может быть направлена со стороны ОДКБ Армении. Я понимаю, что эти два пункта, главные, в общем-то, которые были на этом заседании, участники постарались тоже спустить. Я имею в виду все, кроме Армении. И в этом отношении молодец Пашинян, который, в общем-то, проявил определенную жесткость и последовательность. Он понял, что подписывать вот эти соглашения, которые ничего не дают, а сегодня все их ожидают, это, в общем-то, глупо и имеет смысл, в общем-то, дело остановить. Само ОДКБ показало, что оно не может реорганизоваться. Все очень надеялись, что на этом совещании будут какие-то попытки реорганизовать, оживить его. Но сработал старый принцип, в общем-то, заседаний, по-моему, у Маяковского было такое стихотворение про заседавшиеся. Вот все собрались, все поговорили, причем, насколько я из прессы понял, все понемножечку шурили Пашиняна, Армению, объясняя, что ОДКБ, в общем-то, вряд ли что-то сможет сделать по поводу столкновения Армении и Азербайджана. Причем никто из них фразу об агрессии Азербайджана не произнес. Когда я вот эти первые выступления услышал, я понял, что дальше ничего решаться не будет. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...